Здравствуйте! В эфире Московская студия Агентства Русской Информации, в студии Владимир Ануфриев и Евгений Дарвич Михайлов. Здравствуйте, Евгений Дарвич! Добрый день! Прошла неделя, были кое-какие важные события, правда, большую часть из них уже обсудили и в наших программах во вторник и пятницу, и в Евгений Дарвич своих программах, в пятницу особенно в длинной программе обсуждал это. Может быть, мы кратко коснемся, а пока вот совсем свежая новость, которая только что поступила, и может быть, она даже интереснее. Пришла она из такой нашей страны соседки, о которой, несмотря на то, что она соседка, практически ничего неизвестно. Очень мало людей там были, а сведения на эту воду поступают просто буквально по каплям, и спроси нашего гражданина России о том, а что происходит в соседней Монголии. Да ничего, он не скажет в 99,999% случаев. А вот интересная информация. Граждане Монголии начнут получать доход от эксплуатации природных ресурсов страны, подтвердили в монгольском правительстве. Деньги будут выступать на банковские счета граждан прямо из Фонда национального благосостояния. С принятием закона самые крупные добывающие компании будут допланировать в этот ФНБ до 34% своей прибыли. И среди этих предприятий бывший российско-монгольский горно-обогатительный комбинат РДНЭТ, одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена. Очевидно, у нас его строили, если не по-моему, на деньги СССР, наверное, еще, может быть, Россия уже. Ну, тогда процентов на 90 точно. Потому что Монголия, как известно, почти ничего не вкладывает сама. У нее просто нечего вкладывать, там относительно небольшое население. И даже строительство домов в Лангбатаре для жизни граждан. Это обычно осуществляется на всевозможные гранты разных стран и организаций. Евгений Владимирович, что скажете, насколько это положительное решение, ну, для монголов, конечно, не для нас, и правильное решение, и стоит ли поступать в России подобным образом? Ведь у нас же тоже колоссальное количество полезоскопаемых, всевозможных горнобыкновенных комбинатов и так далее, которые были созданы на деньги и трудом многих поколений русских и советских граждан. А потом их почему-то кто-то приватизировал, и теперь гражданам с этого ничего не создаст, а создаст только увеличивающиеся налоги. Ну, не совсем там не достается. Достается. Почему же так? Не совсем, понимаешь? Здесь много чего достается. Ну, я утрировал немножко, конечно. Без этого было бы значительно все сложнее. Ну, надо понимать, что Монголия – это специфическая страна, там, полтора миллиона километров, и всего три, там, три-три с половиной миллиона населения. И, конечно, природное богатство гораздо больше на то, что население, чем оно. Тем более, там, они каких-то войн не ведут, и никому не помогают. Ну, вообще-то заняты своими делами. Поэтому, ну, да, вот они могут себе позволить. У нас не только Монголия, там есть всякие там Эмираты и прочие, где там что-то похожее. Это связано, прежде всего, с большим количеством природных богатств. Даже в Казахстане, который по площади близок к богатству природному, там это сложнее сделать, потому что в Казахстане все-таки народу гораздо больше. Сейчас, наверное, миллионов уже под двадцать, да, где-то. Примерно. Значит, поэтому, ну, сейчас я специально посмотрю, скажу. Ну, да, правильно, двадцать миллионов, площадь два семьсот. В Монголии полтора миллиона площади, три с половиной миллиона населения. То есть, ну, в три раза больше, как говорится, территории одного человека, чем даже в Казахстане, который, кстати, считается очень банным природным ресурсом. Если бы не это, то там вообще бы сейчас было бы все довольно, как бы, печально, грустно. Ну, в России так вообще считается чуть ли не тридцать процентов мировых природных ресурсов. Да, но они все труднодобываемые в большинстве, и население гораздо больше. Значит, ну, порядок, то есть сто пятьдесят миллионов, считайте. Это значит, ну, там должно быть тогда, ну, как раз там больше, чем в Монголии, да, вот мне. И обратно, понимаете? Поэтому, ну, как бы, разница большая. Территория больше в десять, а население в пятьдесят миллионов, да, а население в пятьдесят миллионов. То есть на одного человека, и территория-то труднодоступная, потому что в Монголии все-таки, притом, что там пустыни всякие, ну, это все-таки не северная поляна, как говорится. Ну, это так и общее соображение. Плюс к этому, на Россию навешаны кучи всяких расходов, начиная там на военные, как бы, огромные расходы, даже до этой операции, отчасти, не будет. В Монголии ничего этого нет, там, а там, какой-то осуществления нет. Значит, и они там никому не помогают, просто, еще раз повторю, значит, выиграли какие-то дугацкие неграни, то они, в общем-то, достаточно спокойно живут. При этом там, опять, еще демократия есть, как ни странно. Ну, еще это, там, как бы, разрешили демократию, и, соответственно, власти зависит в население, да, вот семьи. Поэтому они идут на такие вещи, смогут себе позволить раз, во-вторых, ну, как бы, им это надо, чтобы их население понедлило. Там, может, просто ограбить и вывезти. Ну, как бы, национальные элиты, плюс демократия, плюс много ресурсов. Ну, вот решение такое. Ну, это не для всех, это только для эксклюзии, все-таки. То есть, вы хотите сказать, что Россия пока не может себе такого позволить? Ну, я думаю, что вряд ли оно может себе позволить, потому что в России все сложнее, да, на самом деле. Но еще это другое дело, что мы недополучаем то, что... Там два момента надо учитывать. Мы, конечно, недополучаем языком. Да, я думаю, и монголы тоже недополучают языком павдурской системы, но в России еще специально он должен, значит, экономику и то же самое население, чтобы там было слишком много в Сеул, да, и чтобы там особо не развивались, сдерживают развитие. Раз. И второе, все-таки мы зависим очень сильно от мировой конъюнктуры Центра. Монгола зависит. Пока конъюнктура хорошая, поэтому можно там, если разве не еще позволить. Скорее всего, и дальше будут хорошие. Ну, вот были периоды, когда, скажем, 90-е, когда целью очень дешево стоило. Там был, конечно, на свой город слой. Ну, если в этом году какие-то катаклизмы с климатом происходят, да, причем не в ту сторону, которую обещали, а в сторону как раз его ухолодания, а не потепления, и увидели там интересные кадры, как в Италии виноградаре жгут огонь в виноградниках, чтобы просто они не замерзли. И это причем происходит в мае месяце в Италии. Ну, а у нас в нескольких, по-моему, 12 регионах был введен режим человеческой ситуации из-за резкого похолодания, в том числе и снегопады прошли, и что только нет, ну, снегопад в Москве был на 9 мая, далеко ходить не надо. То же самое и в более южных республиках наших и о властях. И уже обещают снижение, соответственно, урожая. А часть площадей приходится пересевать, потому что сходы погибли, посевы погибли. Ну, вот это вот может привести же к улучшению для России конъюнктуры на мировом рынке, потому что просто будет меньше продовольствия. Ну, тут много факторов. Как что в других местах? Да я не думаю, что у нас так совсем все плохо. Значит, пока, ну да, есть там проблемы. Что-то некритичное вроде бы будет. Не знаю, пока трудно сказать, что там будет на самом деле. По параметрам, мы уважаем. У нас и в других странах. Наверное, все-таки слишком рано говорить. Уговорили мы с вами в прошлый раз как-то о том, что статистика у нас показывает рост благосостояния народа. А вот статистика продаж почему-то об этом не свидетельствует. И пришли новые данные, что за прошлый год продажи вещей, бывших в использовании, так называемые секонд-хенд, взлетели на 57% сразу в нескольких российских регионах. Увеличение продаж секонд-хенда как раз свидетельствует об серьезном снижении уровня жизни людей. Тут опять-таки разнонаправленные тенденции. В целом, наверное, все-таки вряд ли у нас особо улучшили все. Не знаю, где это написано. Какие-то отдельные группы населения, они, наверное, получили больше денег. Ну, те же контрактники в армии. Их довольно много призывают на контракт. Ну да, это сотни тысяч человек, которые раньше получали копейки. В бедных регионах туда довольно, так сказать, много по их меркам влияет. Даже человек погибает, все равно родственники получают довольно большие деньги. По меркам бедных регионов, сельской местности. Ну, это, конечно, далеко не все страны. В целом, страна, наверное, вредна. Что-то так улучшилось. Думаю, все-таки, ну, по-любому, он стал сложнее. Потому что санкции, там, отключение средств на военные. Ну, уже много, не знаю. Какие-то отдельные группы, может быть, там, чисто в денежном плане, да, улучшились. Их положение улучшилось. Ну, это не будет процентно большого. Если к общему населению было. Ну, и, соответственно, не только что у них улучшилось, но мы видим по секонд-хенду 57%. Это огромный, в общем, какой-то рост. Помните, показывают, что на Украине вот такое. Что еще санкции действуют. То есть, как бы, какие-то там бренды ушли, заместить их там не всегда сразу. Да, они вот очень много нюансов. Поэтому надо более детально смотреть, о чем там речь. То есть, не обязательно, что вот именно из-за бедности, ну, где-то из-за того, что выбор там уменьшился, тоже, как бы, влияет. Там или еще из-за чего-нибудь. Ну, вот вспомнили про Украину. На Украине на днях ужесточили закон о мобилизации. И с 25 до 60 мужчин фактически поголовно всех. Причем не просто призывают, а отлавливают, как диких зверей на улице. И посылают на убой. Что, кстати, нарушает, между прочим, основополагающее положение, как это называется, конвенция, о правах человека. Где каждому человеку гарантируется право на жизнь. Здесь право на жизнь отрицается. На Украине начался протест дальнобойщиков. Из-за нового закона о мобилизации сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса. В Днепропетровске мужчина напал на сотрудников вот этой организации, которая занимается отловом с ножом при попытке его принудительной мобилизации. В крупных городах Украины, говорят, правда, некоторые украинцы оспаривают, опустили улицы после ужесточения закона о мобилизации. Народ просто попрятался по добам. А тем временем относительно успешно идет наступление российских войск под Харьковом. В частности, взяли под контроль очередное село тут, Старицев, Харьковской области. С села с селами, но говорят, что там часть этих сел очень важны, потому что контролируют дороги. К тому же Волчанску не дают подвозить туда пополнение и боеприпасы украинцам. Украинцы отвечают массовыми, совершенно беспрецедентными налетами на российские области. Вот на Крым тут одновременно, да, 51 беспилотник за ночь. Потом Краснодарский край, 44, 6 бескопажных кораблей. Это все за одну ночь, да, вот не эту последнюю, а предыдущую. Причем атакуются все подряд. Аэродромы, нефтяные терминалы, хранилище нефтепродуктов. Сегодня якобы, ну, по словам украинцев, было такого начинка раз очередной корабль Черноморского флота. Официальных данных нет, поэтому не знаю, что там, что там за ситуация на самом деле. В Севастополе отличался свет для, там, большей части практически города, ну, или части, по крайней мере, города. Какие-то разрушения, вот, в Топсинском МПЗ. Сегодня ночью опять массовый налет. То есть, насколько вообще перспективно, просто вот, это же любую систему ПУВО можно перегрузить этими десятками, а в данном случае уже речь идет, там, полторы сотни беспилотников за ночь. Это как-то безнадега какая-то, нет? Ну, скажем, не то, чтобы это безнадега, но это еще предсказано было, ну, что там, понятно, что они будут это еще делать, даже они заплатят. Они, кстати, предупреждают, что все будет у нас, вот всегда спят, там, ждут, пока там все не кричать на вынес, а потом будет как-то меры. То есть, те меры, которые приняты, они недостаточно. Самолеты так до сих пор компонировали и не оборудовали их стоянки, то есть, стоянки, я не знаю, почему они на голом площадке, я не готов сказать, не знаю, ну, наверное, тоже выглядит как странно, но можно, да, с каких-то причин. 20 лет все-таки прошло. Я не знаю, наверное, ну, например, вот с этими беспилотниками, они довольно тихоходные, эти беспилотники, в принципе, могут забивать зенитную установку. Значит, ну, почему-то они, так сказать, не работают во многих случаях. Есть украинские лапы, там, мобильные группы с этими установками. То есть, там есть свои нюансы, потому что, ну, стрелять там в городе, значит, с пушек, зенитных, тоже дело проходит. Ну, как-то украинцы умудряются это делать по нашим, значит, БПЛА, да, ну, наверное, можно по их также стрелять. Но так как много вокруг этого бюрократии, там есть технические какие-то проблемы, то до сих пор ничего не сделано, да, хотя уже там полгода идет, значит, украинцы кошмарят, пытаются, значит, у нас это не все переработка в войнести. Ну, не только ее, Ну, вот у нас там все что-то ждут, море Пану. Значит, все это неизбежное следствие за тяжную войну. Еще, как бы, мало еще по нам пролетает, это пока еще по-мужски. Будет больше пролетать, если война будет затягивать. Ну, как говорится, надо было думать вовремя, все равно, начало, что там делать. Если решили спецоперацию проводить, надо было проводить. Значит, привлекать достаточно и силы. Я же не думаю, что они планируют на три года спецоперацию. Значит, я даже не думаю, что это военно виноват, по политике виноват, которые там все хочется и колется, и мама не верит. Значит, вот они там что-то выкоблучивались, и вот пришли к тому, к чему пришли. Что касается наступления, да, оно как бы продолжается. Украинцам сейчас удалось более стабилизировать фронт. Правда, конечно, довольно сложно им пришлось, непонятно, сколько долго они смогут так держаться, по крайней мере, пока они там стабилизировали, хотя там не полностью. Поэтому посмотрим, что дальше будет. То есть много разных обстоятельств, и здесь важно, что нахуй будут делать. Они собираются вообще заканчивать эту войну, или непонятно пока. Президент сказал, что в Харькове браке будет. Ну, хорошо. Не будем. А как тогда вы собираетесь закончить спецоперацию? Значит, это непонятно. Что же там вы будете вокруг Харькова 10 лет воевать, что ли? Что? А так они до Сибири все разбавляют. Значит, что можно разбавить. Не только НПЗ, а вообще все, электростанции, крупные заводы, какие-то дата-центры, все будет. Значит, жертвой бомбарки. Ну, или, по крайней мере, если они наконец не займутся борьбой с этими бесплодниками, серьезно. Пока, видимо, некому там заняться. Ну, даже украинский опыт не пользуется. Ну, там есть, естественно, свои сложности. Понятно. Административно-бюрократические сложности. Может быть, технически есть. Потому что там стрельба в городе обычно. Там можно попасть, не знаю, дом какой-нибудь. Ну, то есть, надо все смотреть. Не так просто. Надо какие-то сектора для обстрелов защищать. Применять боеприпасы, которые безопасны для... Ну, например, они выстрелили, он там, само ликвидировался. Ну, в общем, надо смотреть. Это все не так просто. Ну, к этому надо было быть готовыми. под Новороссийском там все-таки море, там можно стрелять. под Новороссийском. Ну, кроме Новороссийска еще полного объекта на территории России. Там флот. Флот стреляет, да. Понятно, что у них там есть для этого и средства, и возможности. Нет никакой особой бюрократии. Тем более, в рамках акватории. Но там тоже надо смотреть, чтобы так это на руку не задеть кого-нибудь. Значит, а на Суглопуте, да, ну, вот этого нету, да, ничего. Там есть только Орайт, но Рэп, он неэффективен против этих беспилотиков, которые применяются. Ну, зато у нас более-менее, ну, если не футкаются, стали как-то разбираться с этими оттанками, с ракетами. Это очень опасно ракета. Значит, ну, пока не стали там по десятку штук сбивать. Но если так, то, значит, здесь как-то удалось что-то такое найти, хотя, конечно, не сейчас было. Все равно поражение обедов происходит, но расход ракета довольно высокий. Аккуратно. Да, приход, в общем, наверное, не очень большой. Ну, пока им не дают там, прям, столько, сколько за мной не хотели. Ну, хорошо, а что по поводу вот этого постоянно маячащего при таких массированных обстрелах американских БПЛА над Черным морем. Ну, допустим, куситы взяли и сбили четвертый по счету. И еще им даже ничего не сделали. Они ничего не сделали, они их бомбят. не, 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 они уже две недели не бомбили, говорят. Ну, не знаю, что там говорили, раньше бомбили. Дело в том, что бессмысленно их бомбить, нету таких целей, которые для них как бы болезненные. Ну, тем более критичные. Поэтому в России все не так. И куситы кто такие? Даже не государство, кто такие? Политическое движение. Значит, они так незаконны. поэтому это не Россия. В России все гораздо сложно сбить вот эти, потому что это будет эскалация. И у нас понимают, что в ответ американцы тоже что-нибудь сделают. А обстрел наших городов с их помощью это не эскалация? Значит, понятно, что это с их помощью, а тут мы избили. Разница есть? Расстреливают украинцы с их помощью, а тут мы должны прямо сбить американские. может быть и можно сбить, я не могу вам однозначно сказать, я просто вам говорю, что если мы собьем, американцы что-нибудь сделают в ответ. Предположим, дадут больше этих ракет. Поэтому тут люди, которые принимают решения, у них не так просто принять эти решения. Я не могу сказать на 100% что так делать или иначе. Может быть и на ответ. Не поразбираться. вопрос не так просто, как кажется. Он и не кажется, просто не знаю, кому будет. По-моему, довольно сложно. так, вот еще один вопрос, который задали Белоусов, он обещал подумать. Это вопрос о ротации мобилизованных на Украинском фронте. То есть люди уже сколько получается два года, да, без фактически отпусков, почти полтора, полтора до года, почти без отпусков и без перспективы как-то оказаться дома. Это же не контрактники, которые или сейчас все считаются контрактниками. Обещали подумать, а как? Какие за контракты они уже заключают, в принципе, они мобилизованы. В основе они не контракты. Значит, что здесь можно сказать? Ну, отпуска, конечно, должны быть, они там едут. Может быть, не очень все это четко организовано. Единственное, навести память, что сказалось. Что касается их демобилизации, ну, это нереально. Значит, даже ротация, даже ротация, те, которые на передовой, ну, там не все на передовой, на только часть, но она потребует замещения. Это обученные люди, уже там, имеющие боевой опыт, их заместить крайне сложно. Значит, надо задать какие-то специальные меры принимать, или мобилизацию делать, ну, хотя бы наполовину численность, да, ну, предположим, половина их на передовой, ну, в зоне боевых действий находится, 150 тысяч, ну, 120 тысяч. Чтобы их заменить, нужно вот 120-150 тысяч призвать откуда-то, да, это может быть как повторить предыдущую мобилизацию нового глава, так и какими-то мероприятиями среди тех, кто и так уже, как говорится, в сапогах. Это есть у нас разные. У нас там, видите, милиция жалуется, что у них там некомплект, у них нет боевой подготовки. Значит, Росгвардия, ну, она и так частично задействована. То есть, конечно, нагрести можно 150 тысяч, но этим надо заниматься, это не так просто. То есть, на дороге эти люди не валят. То есть, чтобы сделать даже ротацию нормальную, нужно где-то найти заметку. А полноценную заметку просто не найти. Потому что, а где мы возьмем сейчас 150 тысяч подготовленных боссов? Я даже не говорю про 300 тысяч, говорю про 150. То есть, единственный вариант это как-то закончить конфликт какие-нибудь действиями. Они могут быть разными. Но базовый вариант подразумевать, что нужно опять где-то найти численность. Потому что там численности не хватает. Кто бы там что-то не говорил, численность нужна, если мы собираемся победить. Если мы собираемся что-то еще делать, скажем, ну, это другого будет. Ну, хорошо. А может эта ситуация недовольства на Украине на что-то повлиять? Она повлияет на боевой дух и уже там влияет. но пока недостаточно. Так принципиально ничего не меняется? Пока нет, но я, конечно, не стал бы недооценивать влияние на подрыв моего духа вот этой всей истории. Потому что до украинцев начинает потихоньку доходить простая вещь. Вообще не понятно, зачем они воюют. Реально не понятно. За что, собственно, да? За землю, скупленную блок-роком? Да дело даже не в земле скупленной блок-роком. Да черт с ним, как бы. Пусть они продаются в землю, как уходят. Дело в том, что изначально от них и не требовали никакой земли. Это уже по ходу дела две области добавились в двум, которые изначально были. Ну, что они хотят? Вот что? Вот они хотят поработить Крым и Донбасс. То есть прийти туда, нагибать русских в Крыму и в Донбасс и разгонять. И как такой предел желания отобрать москалей квартиру в Минске или в Крыму. Если она там останется вообще после этой войны в каком-то целом или кусок земли получить в Крыму. Ну, это что они хотят? Ну, это бред. Потому что в основном кусок земли будет на глазу, еще к этому. Это раз. Во-вторых, это что, это что, демократия? Это что, борьба за свободу? То есть хотят отобрать кусок земли там у Крымчана, у Дончана. Хотят их поработить. Это что, война за свободу? Бред. Тем более шансов выиграть очень мало. Шансов погибнуть достаточно мало. Или стать инвалидом. Или даже потом, ну, даже, предположим, они выигрывают. Ну, что они не думают, что им там что-то там сейчас дают, потому что воевать надо сейчас. Там дают, значит, деньги дают, там, боевые, если как бы погиб человек, что-то там, значит, ему платят родственникам. Ну, это сейчас-то надо воевать, а дальше что будет? Значит, этих ветеранов там море прут-прудим на этот край. Множество людей, семей погибших, там, раненых, инвалидов. О них и не напасешься, учатка в Крыму, ребят. Да и пенсии скоро не напасешься, с каких денег-то? Не знаю, где они собираются не брать. Ну, еще бред полный, на мой взгляд. Какое-то самоубийство. И тем временем, тем временем, совершенно дикие вещи какие-то вытворяются. какие-то непонятные люди, то ли украинцы, то ли, я не знаю, колумбийцы, может, или англичане из ЧВК гоняются с помощью ФПВ-трунов за гражданскими автомобилями с детьми, взрывают их. Сегодня очередной там взорвали автомобили в Херсонской, по-моему, области, да, там 12 рабочих ехали на собирать клубнику. Один погиб, там, один странен, что такого порядка. Это что такое вообще за дичь какая-то? Ну, поймите, они же там могут не видеть, кто там едет. Они могут долгать, все падает. Типа там Господь разберет, как говорится. Значит, они могут говорить, а мы не знали, что там мы, мы думали, там военные. Значит, или еще что-нибудь они могут сказать. Хотя, может быть, они и видели, что там гражданские просто со злобой взяли за долгой. Значит, не нашли военную цель, грустную поэту. То есть, тут, значит, так однозначно сказать нельзя, но они скажут, что мы не знали, что мы думали, это военные. Просто, как бы, вот, там на гражданской машине перемещены. Поэтому, так, дело такое, как говорится. Ну, следствие в войну, что делать? Так и будет. не знаю, по-моему, какой-то абсурд. Ну, абсурд, но оно дальше будет точно так же. Таким же абсурдом. Ну, хорошо. У нас еще вот там отложенная тема такая, совсем от трагических. Отойдем, хотя она тоже в общем трагична в определенном смысле этого слова. Это ситуация с нашей наукой. А именно с так называниями Академии наук, которую, как я напомню, объединили несколько академий в одну, в главную. У нас там, если не ошибаюсь, несколько сотен академиков. Они, в общем, какие-то деньги потребляют, какое-то количество так называемых академических научных институтов содержит государство. а результатов вот мы в том числе по этому СВО практически не видим. Никакого полезного выхлопа в общем незаметно либо об этом не сообщают, может быть, есть секретные вещи, думаю, вряд ли, кроме того, что всем известно уже. А так, в целом, это какой-то черный ящик какой-то, который называется наукой, на которой почему-то нужно все время что-то субсидировать, а результатов не спрашивать. А зачем это нужно, Евгений Дорчевич? Что там вообще происходит, ваше мнение? Ну, наука, естественно, нужна, понятно, что для науки ничего не получится. Да, там ухудшили ситуацию, там действительно было много проблем с академией, с теми, кого-то вначале хватало проблем. Ну, они как сделали? Они делали еще хуже, они решили ее просто добить, как я думаю, осознанно. Значит, они что сделали? Они взяли в одну кучу и смешали реальную академию, которая тоже там не блистала, но там хотя бы примерно половина была реальная ученая, заслуженная. Они вместо того, чтобы, ну, не знаю, там, как-то так опираться на этих ученых, они их смешали с академиями, так называемыми, среди которых, ну, можно сказать, что, ну, академия медицинская куда не шло, Это, как бы, уровень пониже, конечно, чем большая академия, старая, значит, но, по крайней мере, серьезные люди тоже встречаются в товарном количестве. Остальные академии там еще были плюсом две или три. Ну, это еще хуже гораздо, ну, например, академия педагогических наук. Вообще, как бы, вообще непонятно, кто такие люди, да, потому что то, что делается образование со школой, значит, это не слышно, вообще, это академия не видно. Если они против, то они должны выступать против. Значит, если они за, ну, значит, их надо самих разгонить, потому что вот эти все реформы, чего-то как-то не видно, польза один, один прием. Поэтому смешали нормальную академию более-менее, уравняли, объединили с гораздо более слабыми конторами, типа академии таких наук, которые вообще непонятно, чем занимают. Значит, это раз. Второе, их это одвинули от руководства институтами, понимаете, ну, поставили каких-то эффективных менеджеров, докторов, там, докторов, какие-то докторов, кандидатов юридических наук, в лучшем случае, ставят руководить научно-мисследовательским институтом. Ну, поймите, ну, это несерьезно, ну, это просто нереально. Чего ждать там какие-то прорывы, о чем лечь. Конечно, люди продолжают работать там, что-то у нас много, разобраться, куда надо давать деньги, куда не надо давать, кому давать, как давать. Как проверять результаты, хотя бы сам процесс. Да, там все перековеркано, ну, например, сейчас требуют, типа, публикации, чтобы постоянно были публикации, индексы там всякие. Ну, дело хорошее, ну, понимаете, ну, например, там давно перейдена грани разумных. Ну, например, ну, как человек нормальный учет, он там проводит какие-то исследования, он не может выдавать каждый квартал статью на уши. Это физически невозможно. Ну, может, там, в один процент случаев может, но и тот. Это просто будет. Ну, лучше понимать, лучше одна хорошая статья в год, а лучше, может быть, за два года, чем восемь статей ни о чем. Потому что, люди утонут в этих статьях, кто их будет читать? Понимаете, в воду постоянно переливать из пустого порога и прицепляться к статьям, что вот по ним давайте все оценивать, ну, это безумие конкретно. То есть, они уничтожают вообще научную литературу, потому что огромное количество. То есть, люди вынуждены что-то писать научных данных и результатов на такой объем. нету, поэтому приходится лить в воду, повторяться. Соответственно, загаживается весь объем научной публикации, получается, море публикаций, где там чего наискать, там непонятно. Информационный мусор забивает. Да, мусором забивает, а потом это осознанно. Сделано, естественно. Значит, как и этот бред с объединением академии. Ну, я понимаю, там, ладно, что-то там можно какой-то порядок наводить было в академии. Хотя непонятно, кто бы там наводил, некому наводить. Кроме самих академиков. Значит, со стороны там придут люди, они ничего в этом не понимают. Значит, так они взяли, ну, как вот можно приравнять нормального академика к академику педагогических наук. Ну, еще у нас еще полно академии там есть. Я помню, там, академия безопасности, академия того, академия сего. Значит, ну, это как бы, ну, это просто, так сказать, какой-то придумал, зачем? Что это, к чему это привело? Да ни к чему, кроме уничтожения этой самой академии, которая, во-первых, ее статус подвесили, потому что разбавили, значит, слабыми какими-то, которые, во-вторых, их отодвинули от руководства научных исследований. А кто взял на себя руководство? Ребята, ну, кто взял? Мы говорим, академики плохие. Ну, хорошо, плохие. Ну, они там, такие сети, там, значит. А кто вместо них руководит? Они еще лучше, что ли? Может быть, они честные люди, более честные, чем академики? Ну, как-то сильно сомневаюсь. Ну, там же не случайно тоже начали эту реформу. Видимо, ситуация зашла уже в полный тупик. Нет, в полный она не зашла. Ну, там, я сказал, были проблемы, но не так же их решают, понимаете. То есть, проблема перхоти не решается, отрубание головы. Это неправильное решение. Ну, а что надо было по-вашему делать? Ну, мне там сложно сказать с бухты-барах, что делать. Ну, по крайней мере, не так надо логистить. Во-первых, нельзя было, значит, отжимать его академик научно-исследовательского института. Потому что некому их передать. Ну, поймите, эти эффективные менеджеры это вообще не об этом. Ну, они сдавали просто тупо большую часть всех институтов в аренду. А деньги за это не будут. Нет, вы берете человека какого-то там с улицы, даете ему под руководство научно-исследовательского института. Что он будет делать? Неужели он будет научно-исследователь сегодня? Нет, ну, всякое может быть. В среднем. Поймите, обычный человек, эффективный, гораздо хуже соображает науки, чем академия. Более того, он гораздо меньше, меньше ценит эту самую науку, чем академик. Академик все-таки у него есть профессиональные какие-то там, знаете, понты там, честь профессиональная, связи, друзья, академики, которые говорят, ну, Семен Семенович, ну, что там с своим институтом там совсем, как бы, какой-то в лес ушел, там, те одни эти, там, азербайджанцы торгуют помидоры, больше никого нет в институте. Ну, ребята, там, ну, нет, вы не понимаете, это время на все. Ну, ему стыдно. Потому что его друзья говорят, ну, что, с которыми он учился, там, на сюжет, там, пьянство, там, везде. Значит, они говорят, ну, что ты там, что ты там изображаешь в институте, ну, имей совесть, как бы, надо какую-то науку все это сохранить. Аффективную мысль по барабану все это. Ему вот публикации сказали, он идет и говорит, слушайте, TPI, да, чтобы каждая там научная работник в квартал одну публикацию, нет, будем штрафовать, срезать прогрессивку. Все. Что там они срезали? Ну, это, ну, TPI какие-то, ну, это бред, сумасшедший. Ну, да, знаменитая проблема сведения качественных показателей количественных. Ну, это невариально, тем более науке. Нет, там есть, я не говорю, что вообще не науке. Значит, есть, конечно, нюансы, есть нюансы, значит, в какой-то степени это даже нужно, но все привязывать к публикациям, это бред. Бред, бред. Это мусор, а будет все везде в мусоре информационном. Наука от этого только будет гибнуть вообще. Человеку будет невозможно забрать, что вообще, где что, какие результаты. Прежде чем доберешься до результата, надо такие тонны породы и руды информационной перебрать. кому-то надо все. Главное, что это не мартышки, не только мартышки, это вредительство вообще. То есть, люди работают, мало того, что это никому не нужно, так это еще вредит всем остальным. Вместо одной статьи нормальной, где там, сжато видит, человек излагает там основные свои результаты на уши. Он берет и разделяет эту статью на 8, на 4. Ну и что, лучше что-то будет? Это заведомо ухудшение ситуации. Сам принцип руководства, не то, что руководства, управления государством наукой, по-моему, это абсолютно порочная методика, которая во всем мире привела к полному застую научному. Вот у нас, правильно там Ильбур говорит об этом? Система гранатов, да, потому что бизнес, ему интересны не фундаментальные исследования, по крайней мере, нашему бизнесу. Да и военным тоже. А сиюминутные, как бы, да, что вот прям сегодня, чтобы ничего-то сделали, за это сплачу. А то, что вы там через 20 лет будете иметь, там, это никого не кинуть. Мы видим, что через 20 или даже вот через 70 лет, сколько там муружит этот так называемый горячий термоядерный синтез. Это же откровенная афера просто, на которую выкинули. И предлагают выкидывать десятки миллиардов долларов. Смотри, кто этим занимается? Там же сам принцип был порочен. Нет, там не порочен принцип. Сидят люди, которые, вот, свои, да, свои домашние. Кто будет давать вам десятки лет на такие громадные средства просто ни о чем, да? У меня же научное сообщество, совершенно разное отношение к этому синтезу, в этом сообществе. Преобладает скепсис, согласись. Ну, сейчас, да, раньше был энтузиазм. Было там, 50 лет назад был энтузиазм. 30 лет назад уже, я помню, разговоры 80-х, 90-х. Скептически относились, но, с другой стороны, конечно, нельзя, ну, не то, чтобы они все отрицали, что это вообще невозможно. Ну, а сейчас просто все смеются. как бы, ну, понятно. это превратилось в какую-то догматику. Превратилась, это вся наука, вот это превратилась, практически вся превратилась в догматику. Принципиальных прорывов с 50-х годов прошлого века, в общем, не происходит, как мы видим. И это, зато введена, не цензура, это называется, а инквизиция. Вот помните, такой там была комиссия по лженауке, ну, это классическая инквизиция, внутрение религиозной секты. Это безумная затея очередная. Видите, одно безумие за другим. Потому что, что такое комиссия по лженауке, ребята, ученого исправит даже на ошибку. Ну, может, какую-то дурацкую там концепцию придерживаться, но раз он ученый, у него есть такое право. Поэтому есть научное сообщество, которое говорит, слушайте, ну, вот там Сидоров, хороший, в принципе, специалист, но его там какие-то там дурацкие идеи есть, Есть и есть, какие-то, вот он их пишет. Там какие-то там статьи, которые, значит, все считают глупыми или там неадекватными. Ну, и хорошо. Все современные научные идеи когда-то считались неадекватными. Уходить там создавать комиссию и привлекать его к ответственности за лженауку. Ну, зачем? Непонятно. Ну, к чему? Вспомните, концепция Галилея тоже была когда-то, когда-то считался лженаучной и, в общем, к чему это привело? Ну, там немного сложнее было с Галилеем, я проще поймал, понятен для народа. Был, был такой врач Земельбейс в Вене, или в Будапеште, не помню, там был, в общем, в Австралии. Значит, он пришел к выводу, что вообще вот этим акушерам всяким там, хирургам, которые там родом занимаются, им надо вообще руки мыть до операции. Но его затравили, ну, сказали, ты что, ты что значит до операции, а зачем? Мы моем после операции, это же грязные, а так вот они чистые, что их мыть-то? Значит, он им начал доказывать, что смертность там зависит от этого, заросление происходит, он говорит, да ты что это, это лжунаука какая-то, это вообще сумасшедший. Ну, кончилось с тем, что его затравили, он, по-моему, сумасшедший дом бы попал. Ну, через какое-то время выяснилось, что на самом деле он прав. Хотя у него изначально были данные, не придумал с головы. А на данных он... На статистику брался. Да, он брал статистику, там был такой дом, этот, как он там называется, роддом, который был правительственный. И он так удивлялся, ну, почему вот люди там эти бедные рожают там у себя в домах какие-то кушерки, а у них смертность не то, что она там выше, чем в нашем государственном роддоме, а даже ниже. Непонятно, почему. Он так начал интересоваться, а там получалось, что у них смертность в этом роддоме была очень высокой, выше даже, чем в среднем по наущественной стране. Ну, там, блин, я же не помню, по городу или по стране, там даже статистика кто-то охромала. Ну, в любом случае была заметна такая ситуация. И он начал думать, а какой фактор, что влияет на это? Ну, додумался, ну, и что он получил от научного общества? Ну, реально он как бы погиб фактически, свихнулся. Они возгнобили просто. Они возгнобили. Ну, поэтому ученые должны быть правы и на ошибку, на свое мнение. и наука так построена. А если там везде какие-то инквизиционные комиссии ходят там с Маузером, на истории с этими стомиками священного описания, то, конечно, с наукой будут проблемы. Ну, мы пришли к этим томикам, пришли к этим комиссиям, и уже пришли к какому-то средневековью. Ну, как-то теперь это вывезло поменьше. Это в основном на Западе любят это все делать. Там, скажем, расовая теория. Ах, ты сволочь, ты говоришь, что расы не одинаковые, что одни где-то там они в каких-то отношениях лучше разбираются, а в других хуже. Да ты фашист вообще не добитый. Тебе надо выгнать вообще отовсюду отобрать все научные звания, все медали. подвергнуть астракизму и штрафщину наложить. А вообще лучше в тюрьму, посмотри. И так и делают, между прочим, без всяких шуток. Делают, не придумают. Без всяких шуток. Или по поводу египетских пирамид, или по поводу тех же самых динозавров. Множество есть тем, так называемых, запретов. Самое главное это раса. Тут уже люди на поле стоят, поэтому никак ничего нельзя сделать, даже лучше не говори, не уберешься в проблем. С динозаврами еще как-то могут закрыть глаза. Но если ты там про расу, про гендер, сейчас еще хуже гендер. если ты поставишь вопрос концепцию гендера, то концепция совершенно она как бы да, ну нет, но если психика человека, конечно, психика тоже влияет на все эти вещи. И может быть один случай на сто тысяч, ну как-то да, вот этот гендер перебивает биологию. Может быть, я не буду считать. Ну 4% вроде считается. Там, я не знаю, я просто говорю, что такое может быть теоретически возможно. Ну я не знаю, судя по всему может быть. Но массе, массе, ну это бред. Но этот бред насаждается за страшные силы. Не дай бог вы будете против выступления. А тут прошу. Да, там разогнали целые коллективы преподавателей, причем в ведущих вузах. Так это очень хорошо не посадили. Ну, фактически лишили работы, лишили источника существования. Ну, знаете, это какая-то дичь, которая на Советском Союзе такое тоже бывало. Бывало на ранних периодах, все-таки в позднем Советском Союзе. Если брать научные вещи, то за науку прямо уже как не... Ну там есть политическая наука, там история, знаете, такие, общество вене, там могли. Ну, это ощущение не было, как науки в СССР-то. Ну, там не было, не было, но по истории там были разные концепции, например, там были дискуссии, аутентичность слова полку Игорева. Ну, люди могли написать там диссертацию или там даже издать чего-то небольшим тиражем, значит, которая как бы вот не мейнстримовая концепция, а своя. Я, по-моему, Зимин такую издал. Зимин, по-моему. Ну, в общем, от случая к случаю такие были дискуссии, разные точки зрения, и это даже таких, ну, по-историческим темам. Ну, мы вестинные граммы видим. Там тоже была дискуссия о дятском воспроизводстве, там очень много нюансов, ну, в каких-то рамках что-то было. А по технологии они были гораздо свободнее, там их много всякого. мы в прошлый раз обсудили немножко эти берестяные грамоты. Ну, да, люди как бы выслучили, да что же такое, как бы. Ну, я, кстати, не навязываю свою точку зрения, я же не специалист по этой истории Руси. Я свою точку зрения высказывал, на мой взгляд, ничего этого не было. По крайней мере, в том виде, как говорят, как преподносят. Ну, если люди не согласны, пожалуйста, может, я не прав, не прав. Это моя точка зрения, не более того. Я не специалист, я не требую от всех там, чтобы они там поглялись на Библию или на Корану, что вот я прав, а не прав. Ну, наш специалист тут по древней истории Руси, автор книги «Запрет на истории Руси», Владислав Карабанов, он считает, что было только в Великом Новгороде такие вот находки. Оказывается, были гораздо менее известная находка берестяных грамот в Костромской, где-то в области. И грамоты, на этих грамотах, почему про них замолчали и больше никогда практически не вспоминали, я вот никогда не слышал об этом. Эти грамоты были написаны с помощью рунического письма. Их было, в общем, не так много. Нет, были, я, по-моему, вроде сказал, в Обскове были найдены, по-моему, где-то еще в Твери, что ли. Значит, ну, их было очень мало, так сказать, и, в принципе, это из этой же оперы. И, кстати, там надо смотреть датировки, ну, какие-то там надписи на бересте, может, и есть, черт их разберет. Значит, ну, вот массово, так как в Новгороде нашли, ну, это, значит, не выглядит продуктоподобно. Скажем, мягко так, не обижать никого. Не, я знал, что Владислав там все придерживается, но у меня своя точка зрения. Это нормально, у него своя, у него своя. Нет, нет, по поводу новгородских табли, этих берестинограмот, он абсолютно согласен с вашей позицией. Она абсолютно идентична, что это, ну, явный, в общем, фейк. Ну, фейк или мисс дейтинг, то есть, неправильно, ну, это в лучшем случае, потому что, сразу непонятно, зачем они все переписываются. Ну, может быть, там какая-то часть грамот, может быть, просто неправильно датировано, может быть. Я берусь судить, я не специально. Ну, хорошо, а вот еще в пятницу долго обсуждали тему этой поездки в Китай, этих встреч. Нет никаких новых данных или какой-то информации, которую можно было бы сказать? Насколько я понимаю, никакой официальной информации, кроме того, что появилось в первый момент, в общем, нет. То есть, что там, чем закончилось и как это оценивать положительно, отрицательно, непонятно, что думаете? Вряд ли может быть, потому что такие щепетильные темы, значит, оценивались. Идет война, боевые действия, Китай, ну, как минимум, больше, как бы, нас поддерживает, чем не поддерживает. Если речь о каких-то торговых, экономических связях, то это все влияет на боевые действия. И светить их, конечно, вряд ли захотят. Я не знаю, там достигли, что ли, не достигли. Ну, я исхожу из простых вещей. Китай заинтересован в России. Абсолютно. Поэтому ему невыгодно пройти, там, проиграл, или, по крайней мере, может быть, он, так сказать, не особо ему надо, чтобы выиграл, но, чтобы проиграл, я думаю, тоже не знаю. Значит, это раз. Во-вторых, если бы не было каких-то точек сближения, сближения, то не было привези, то зачем ездить, тратить время к тому же китайскому руководству, что там развлекать Путина, больше делать нечего. Значит, видимо, какие-то были точки соприкосновения, какие-то более подготовленные соглашения, ну, наверное, это говорит о том, что все-таки, ну, раз они были подготовлены, значит, наверное, что-то из них было, что-то мы договорились, не может быть так, что все подготовили, приехали, и везде, как бы, не получилось договориться. Такие визиты делаются для того, чтобы просто на уровне подтвердить. они говорят, ну, да, по рукам, по рукам. Обсудили какие-то еще моменты. Поэтому, скорее всего, да что-то договорились, ну, так или нет, кто вам сейчас скажет, ну, куда брать, какое время, типа, какое время будет я. Ну, мы видим, что вот на прошлой неделе, ну, на прошлых нескольких неделях, да, Китай вытащил примерно 53 миллиарда долларов из американских ГКО, или как они там называются, трежерис, да? Ну, трежерис. И одновременно вот Бельгия, которая считается теневым держателем части активов китайских, вытащила оттуда же 22 миллиарда долларов. То есть, какой-то процесс, вот он подспудный, без всяких без ажатажей, без освещения особого СМИ, он идет. И Китай в этом смысле больше заинтересован, то, что у нее там, в России-то там ничего нет, сколько там удалось арестовать в Америке? 6 миллиардов, это ни о чем. 6, что-то такое. Да, а у Китая-то там порядка триллиона, если не ошибаюсь, лежит. Ну, они уже, по-моему, снизили, хотя, что-то разберет, у них там прыгает эта цифра. Ну, очень много было, очень много. Там было гораздо больше триллиона, сейчас, по-моему, меньше, но точно не скажу. Здесь такой важный момент. Идет мировых валют две, да, евро и доллар. Доллар основная валюта мировая, евро конкурирующий, основной оппонент валютного рынка. И американцы, конечно, довольны тем, что евро есть, сильно сомневаются. А евро для чего ввели? Для того, чтобы оспорить монополию доллара. Тоже понятно, да? И что мы видим серьезного? Ну, евро это чья монета? Это Евросоюз. И вот недавно этот баррель, начальник Евросоюза, сказал, что ну, тверо-гегемонии Соединенных Штатов закончилась. Ну, и заканчивается. Заканчивается. Или даже уже закончена. Не помню точно. Дословно не помню, кстати, посмотрю. Надо оригинал смотреть, потому что перевод на них. она закончена, так или иначе. О чем это говорит? Ну, то, что европейцы, вот они чего-то добились конкуренции. И, прежде всего, на тверо-гегемонии, она выражается в деньгах, валюте. Мировой, да? То есть, они как-то так, вот, позиция доллара, видимо, посчитали, что он не ослаблен. Скорее всего. Поэтому, вот, все совокупности смотреть, переговоры, доллар, трежерис, это, как бы, звенья одной цепи. Конфликт на Украине, в том числе. Поэтому, ну, у американцев есть проблема, они, наверное, так еще, как, не считают, что такие серьезные права. Они не думают, а думают, что их эра и гегемония закончилась. Ну, вот, видите, Баррель такое сказал, значит, есть какие-то узнавения, Компийцы, конечно, этого хотят. Ну, значит, получится у них это или нет, соответствует этой действительности или нет, Баррель тоже узнает, что и скажет. Да, ну, в любом случае, здесь Китай не меньше заинтересован в России, наверное, чем Россия в Китае. Я, брат, сказал, да, потому что к нему уже там санкции начинают применять не детские. Ввели колоссальное количество новых пошлин, там 100% по-моему, пошлины на электромагибилии из Китая, ну и так далее. Кучу там еще дополнительно их компаний в санкции, так называемые. Ну, они привязывают это к тому, что Китай с нами торгует. На самом деле, дело не в этом. Конечно, не в этом, это просто предлог. Это просто предлог. Значит, удобный предлог, чтобы такие санкции выводить. Реально, они бы и так должны были хватить, потому что их задача тормознуть развитие и за счет этого свое развитие поддерживать, сохранить позиции. Поэтому, так или иначе, такие или другие санкции сами санкции выводили, может быть, и это было сложнее сделать. А так они привязываются к, значит, вот этому сотрудничеству с Россией. Типа, есть оправдая. Но, китайцы-то понимают, что это связано не с тем, что это мать за Россией торгуют, а с тем, что их просто хотят тормозных. Они же тоже там ненаивные. Думаю, да. Поэтому ждем, как это развивается, будут события эти. Многие говорят, что уже скоро, скоро, скоро. Кто-то говорит, что еще года полтора сегодняшняя долларовая гегемония продержится. А кто-то говорит, что да, еще 10-15 лет она может в таком виде телепаться, несмотря даже на рост безудержных долгов американских? Ну, да, рост идет, но действительно, там, может быть, они долго еще проверятся. Может и нет. Надо быть очень хорошим специалистом, чтобы что-то предсказать. Более того, если вы понимаете, что происходит, вам надо заниматься не распространением этих знаний на шельцовом бесполезном какими-то своими финансовыми операциями. Или, по крайней мере, консалтингом закрытым. Ну, по оптимистичным оценкам начнется усыпаться где-то в середине лета. Что, кстати, приведет возможно к мировым катаклизмам и в Китае, и в России, как в любой периферийной экономике. А мы, к сожалению, экономика периферийная пока. То есть, гегемон начнет как бы сыпаться, коллапсировать, значит, приведет к общемировым правилам, по-другому диму. А что радоваться нам особо этому? Да, мы вообще радоваться. Где написано, что мы радуемся? Я не вас со мной имею в виду, естественно. Мы это понимаем, чем это загрозит. Ну, будем надеяться, действительно, слава богу, что у нас там в Америке сейчас минимум активов оказалось по ряду причин. Это, кстати, выгодно нам. Если в случае такого кризиса, это будет выгодно. Больше заниматься своими проблемами, меньше заниматься проблемами Америки. На этом на сегодня мы завершаем. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте нас донатить и подписываться на наши с Инграточем ресурсы и в Телеграме, и в Ютьюбе. До свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok